Здравствуйте! С вами программа «Зелёная экономика». Телепроект канала 24КЗ. Это о самом главном – об экономике будущего. Инновации сегодня уже не мода, а жизненная необходимость. Отрадно, что казахстанцы в большинстве своём не просто соглашаются с этим фактом, но и активно его поддерживают и развивают. В Казахстане работают уже несколько компаний, которые оказывают поддержку именно новаторским проектам. «Пераспера» от «Астра» сквозь тернии к звёздам. Как пройти этот путь отечественным кулибинам и превратить идею в действующее производство? Своими секретами с нами поделились эксперты в сфере инновационных технологий. Созданная в 2011 году компания «Астана Инновейшн» работает по нескольким направлениям. В их числе и поддержка инновационных стартап-проектов. За три года эксперты здесь рассмотрели 130 предложений, 16 из которых были отобраны на технологическое бизнес-инкубирование. Причём три компании уже активно работают на казахстанском рынке. Один из проектов – это производство офисных светодиодных светильников на территории города Астаны. И в целом они сейчас, данная стартап-компания, расширяет свою линейку продукции и сейчас выходит на рынки других городов. Помимо этого, ещё есть один проект – это производство аптечных роботов. И третий проект – это проект «Смарт-лифт». То есть данный проект позволяет контролировать в онлайн-режиме все лифты от города Астаны и других городов. И поток новых заявок от казахстанских новаторов, к счастью, не иссякает. С начала текущего года на рассмотрение поступило уже 20 предложений. К слову, все проекты должны быть инновационными, основанными на смарт-технологиях, экологически чистыми, но и реализовываться на территории Астаны. Безусловно, рассматриваем тоже экологическую сторону каждого проекта инновационную, если она грязная технология. Если в этом проекте используются грязные технологии, то загрязняют нашу окружающую среду, то, естественно, мы не будем приветствовать такой проект. Одним из элементов «Смарт-Астаны» является умная окружающая среда. То есть там как раз и предусматривается применение зелёных технологий, чистых технологий, чтобы уменьшить выбросы загрязнений, которые попадают в окружающую среду. Мозговой штурм и возможность представить свою идею. Во время ежегодного «Астана Стартап Уикенд» в сжатые сроки формируются команды и представляются новые идеи. Одна из таковых – умная урна. Этот контейнер для сбора мусора имеет три отсека для сортировки ТБО и картридер, ведущий статистику на интернет-сайте. Такие проекты уже прижились в других странах и даже имеют поощрительную систему. К примеру, если человек исправно пользуется умной урной, бесплатный проезд в метро ему обеспечен. А станчанам пока подобные бонусы авторы проекта предложить не могут, да и сама эта урна сейчас в ожидании инвесторов. Сейчас наше государство создаёт действительно очень много возможностей для начинающих предпринимателей и для тех, кто хочет реализовать именно социальные проекты. Поэтому, я думаю, сейчас самое время возобновить наши старания. Возможно, действительно, эта идея найдёт прекрасное применение в нашем городе, тем более в преддверии Экспо-2017. Возможно, именно твою инновационную идею ждут этой осенью на «Астана Стартап Уикенд» и «Астанинском Хакатоне». Записные книжки, факты и принтеры медленно, но верно уходят в прошлое. Сейчас всё больше и чаще используются цифровые носители, разнообразные гаджеты и интернет. Иногда в виртуальном пространстве создаются даже целые офисы. Такой интегрированный облачный офис позволяет не только экономить время, но и ресурсы. Во-первых, мы сэкономим кучу бумаги, которую пользуются пресс-секретари, журналисты. И ни для кого не секрет, что до сих пор используются записные книжки, телефонные книги. Все задания пишутся на бумаге. То есть, если весь процесс работы перейдёт в смайп, то есть будет автоматизация. То есть, во-первых, будут экономиться нервы людей. Во-вторых, время. Казалось бы, о каких инновациях и новых технологиях может идти речь, если в некоторых населённых пунктах до сих пор есть проблемы с водоснабжением, канализацией и теплом. Но у экспертов программы развития ООН иной взгляд на ситуацию. Их очередной пилотный проект по комплексному подходу для решения проблем ЖКХ и использовании энергоэффективных ресурсов уже стал предметом бурного обсуждения. В детском саду Салтанат, что в посёлке Пригородный, никак не нарадуется солнечному коллектору. Установлен он был в рамках проекта программы развития ООН и правительства Республики Казахстан. Раньше горячую воду здесь получали только зимой, летом же приходилось использовать электронагреватели. Специалисты говорят, что применение коллектора не только положительно отражается на качестве водоснабжения и экономит электричество, но и даёт дополнительные преимущества. Самое главное будет рациональное водопотребление, поскольку одновременно с коллектором мы также заменили смесители в душевых кабинах, в туалетных комнатах, в кухне, чтобы поставить сюда смесители с водосберегающими насадками. Таким образом мы решаем целый блок проблем. И одновременно вносим вклад в воспитание детей в духе охраны природы и экологии. У воспитателей детского сада свой повод для радости. Горячая вода есть всегда, а значит и все водные процедуры детишки будут получать вовремя. Нам вода вообще первой необходимой же. Мы как утром приходим и с утра после зарядки начинаем умываться, готовиться к завтраку. Обязательно вода нужна. После завтрака мы покушали и после завтрака обратно гигиенически у нас прививаем гигиенические навыки детям. Для этого тоже необходима вода. Без воды, как говорится, никак не можем. А на улице тоже. После улицы, после прогулки дети приходят, играют с песком, ну как говорится, со всеми игрушками. Обязательно тоже надо промывать. Солнечный коллектор прост в эксплуатации и не требует сложного сервисного обслуживания. Одним из его главных достоинств является дешевизна, а значит он подойдет для малонаселенных пунктов и малобюджетных организаций. Работает солнечный коллектор с апреля по октябрь месяц, как раз в тот период, когда нет горячего водоснабжения, потому что котельная не работает. Такая ситуация в большинстве малых населенных пунктов Казахстана, мы анализировали это, и думаем, что данный коллектор будет востребован и в других населенных пунктах. Особенности местного климата заставили новаторов эту систему сделать гибридной. Когда солнца нет долгое время, коллектор работает от обычной розетки. Поэтому расход электричества все-таки есть. Однако организаторы проекта готовы доказать экономность своего детища в цифрах и фактах уже через год мониторинга. Не секрет, что реалии сегодняшнего дня заставляют ученых всего мира находиться в постоянном поиске альтернативных ресурсов. Не менее важное направление этой работы – энергосбережение. Эта тема стала одной из ключевых и на республиканском конкурсе чемпионы в области энергетики. Победитель конкурса Марат Майлыбаев работал над своим проектом 4 года. В результате он все-таки создал систему эффективного использования медленных течений равнинных рек. Гирляндные гидротурбины, предлагаемые автором, не только снабдят необходимой электроэнергией хозяйственников, но и не потревожат местную живность. Меня поразила такая вещь, что люди, которые довольно немолодые, но они настолько живые, настолько заинтересованы и тоже знают экспо. Поэтому я голосовал именно за этого человека, чтобы все увидели, что даже такие возрастные люди стараются принести вклад в жизнь Казахстана, в инновации. Поэтому молодые, тогда куда молодым деваться, они тогда тоже будут этим заниматься. Победитель конкурса получил 4 миллиона тенге и заручился поддержкой со стороны организаторов мероприятия в поиске инвесторов. Станет конкурс традиционным или нет, пока неизвестно, но успешное проведение его пилотного проекта уже вселяет уверенность в будущем. Надежда есть, что все-таки он получит свое продолжение как с точки зрения коммерциализации, так и с точки зрения узнаваемости, поиска новых талантов и так далее. То есть ни одного минуса в проведении этого конкурса нет, поэтому я думаю, он должен стать традиционным, вопрос сроков ежегодным, наверное, может быть полугодовым, может быть, каждая номинация будет отдельно. То есть это мы еще не решили, но вот по итогам этого конкурса будем думать. Это была программа «Зеленая экономика». Смотрите нас в эфире, читайте в Твиттере и комментируйте наше видео на официальном сайте канала 24KZ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!